Здравствуйте, дорогие студенты! Сегодня мы с вами продолжим обсуждение на тему математическое моделирование механических конструктивных систем. В прошлой неделе мы с вами изучили основные положения данной тематики. Сегодня мы с вами продолжим и более подробно остановимся на биологических конструкциях и как моделировать эти конструкции, как рассчитывать на их жесткость, прочность и, соответственно, на надежность. Значит, как выше было сказано, оптимизация форм и структур биологических конструктивных систем возможна только в тех случаях, когда при неизменных условиях окружающей среды развитие их совершается достаточно медленно, иначе оптимизация невозможна. Как известно, биологические конструктивные системы, в отличие от технических, при функционировании непрерывно восстанавливаются и поддерживаются, то есть из них происходит непременный обмен веществ. Вот почему масса этих систем определяется в первую очередь общими энергетическими затратами, связанными с метаболической стоимостью. Кроме того, необходимо отметить, что биологические конструкции опорной системы живых организмов строятся подобно искусственным, также исходя из условий обеспечения жесткости, прочности, жесткости и, соответственно, надежности. При этом они находятся в устойчивом на равноместном состоянии. Последнее, как известно, определяется минимальным значением потенциальной энергии. Следовательно, для оценки напряженно-деформированного состояния биологических конструктивных систем, можно воспользоваться экстремальными свойствами потенциальной энергии. Согласно энергетическому экстремальному принципу, при действии произвольной внешней нагрузки на упругое тело массой М из всех возможных равноместных состояний в нем устанавливается то, при котором потенциальная энергия или энерго-деформации имеет минимальное значение. Силовое поле, которое устанавливается в биологической конструктивной системе, при заданных граничных условиях и внешних нагрузках, в соответствии с минимальным значением потенциальной энергии, определяет в данный момент времени ее напряженно-деформированное состояние. Полученная картина напряженно-деформированного состояния наглядно отражает в биологической конструктивной системе зоны, где получает большее или меньшее раздражение. В дальнейшем в процессе обмена веществ биологическая ткань в пассивных зонах не восстанавливается, а степенно исчезает, и в этих местах со временем образуются пустоты. А в активных зонах идет процесс воспроизводства биологической ткани, совершается физическая минимизация массы. С изменением условий закрепления биологической конструктивной системы, направления и места приложения внешних нагрузок, к ней характер славого поля меняется. В соответствии с этим перестраивается и вся структура конструктивной системы за счет перераспределения материала. Происходит синтез оптимальных конструктивных систем в живых организмах. Выявленный при исследовании биологических конструктивных систем энергетический критерий является тем основным фактором, на основе которого стало возможным не только оценить устойчивое на равномерсное состояние их, но и перевести на математический язык. Принципы оптимизации конструктивных систем, отработанные живой природой за сотни и тысячи сотен миллионов лет эволюции. Следующая подтема – это моделирование конструктивных систем по жесткостным характеристикам их элементов и значениям плотности материала. Конструктивность системы биологических объектов, выполняющие опорные, например, стебли растений, или защитные, например, черепаха, панцирь и так далее. Функции не всегда могут свободно перемещаться под действием внешних механических нагрузок. Тогда последнее производит работу по изменению структуры конструктивной системы. В этом случае конечный результат механического воздействия определяется за жесткостными и прочностными характеристиками материала, которые, как известно, имеют дилемму электромагнитную природу. Показатель массы конструкции во многом зависит от жесткости и плотности материала вещества и определяется отношением модуля упругости на плотность материала. Для большинства конструктивных материалов удельный модуль Юнга имеет приблизительно одно и то же значение. Эти данные показаны в таблице 4. Прочностные характеристики биологических тканей ниже, чем у металлов. Но если проанализировать отношение их прочности к плотности, то можно видеть, что металлы по этому показателю значительно уступают тканям растений и животных. В таблице 4 также видно, что существуют определенные зависимости между прочностью, жесткостью и массой, характеризуемым, соответственно, сигма, е и ро. Но физически в веществах эти зависимости проявляются в виде определенных структур. Однако следует отметить, что структура тканей растений и животных отличается от структур металлов еще и тем, что они образуются в условиях постоянного преодоления живого организма сил гравитации. Поэтому такие антигравитационные структуры представляют интерес при создании искусственных систем оптимальных по массе. Следующая наша подтема – это моделирование резиленции пластично-стрижневых систем. Конструкция живых организмов не только обладает минимальной массой, но им также присуща способность запасать большое количество упругой энергии, деформации на единицу объема при действии нагрузок. Как уже отмечалось, такая способность вносит название резиленция. Свойства конструктивных систем максимально поглощать упругую энергию деформации без разрушения. Пластинчато-стрижневые конструкции, спроектированные с учетом этого свойства, вследствие больших деформаций, могут оказаться слишком мягкими для выполнения своих функций. Это ограничивает величину резиленции, которую проектировщики могли бы заложить. Конструкции зданий, сооружений должны быть достаточно жесткими и прочими, чтобы выполнять несущие и ограждающие функции. Поэтому в резиленциальных пластинчато-стрижневых конструкциях необходимо также учитывать прочность и жесткость, то есть искать компромиссное решение. В этом случае можно применить энергетический подход к задачам оптимизации конструкции и метод их решения, предложенные в работах. Следует заметить, что минимальным значением потенциальной энергии определяется не только устойчивое равновесное состояние, но и, как показано на рисунке, оптимальная масса в упругости же на конструкции. Идентичность энергетического весового критериев отражает энергетический смысл задачи – оптимизации по массе. Однако это условие выполняется лишь в случае одинакового значения объемных масс. Модули упругости и критических напряжений материалов и элементов стержанных систем. В общем случае оно не выполняется. Чтобы сохранить энергетический смысл задачи оптимизации, в общем случае и получить необходимые параметры массы и резиленция упругих конструкций при заданных условиях жесткости, при постановке задач достаточно использовать энергетические экстремальные принципы. с эксифицированием значений теоретической массы. Следующая тема по плану нашей – это математическое многофакторное моделирование процессов изнашивания режущих элементов численным методом. Математическое моделирование процесса абразивного изнашивания проводят с целью разработки методики прогнозирования и расчета долговечности режущих элементов рабочих органов забереваемых машин. При этом процесс изнашивания режущих элементов рассматривается как сложная динамическая система с переменными параметрами состояния и изменяющимися во время внешнего воздействия абразивной среды. Для составления математической модели процесса изнашивания используется математический аппарат численных методов, основанный на анализе ряда дискретных состояний, через которые проходит изнашивающаяся поверхность трения. При этом форма режущих элементов в каждом состоянии описывается в массивных дискретных точках на их поверхности. Следовательно, известными считаются начальная форма и размеры режущего элемента, описывая функции, закономерности изнашивания материала, элемента и зависимость изменения коэффициента трения от энергетического состояния материала, а также от отдельной нагрузки. Для решения поставленной задачи разобьем кривую, ограничивающую передные и задние повинства режущего элемента на ряд отрезков через произвольно выбранный интервал с координатами узловых точек. Вот на рисунке показана расчетная схема изменения формы зуба при изнашивании, как производится порядок расчета. Совокупность факторов определяющих ресурсов рабочего органа, землёрованной машины подразделяется на неуправляемые параметры, это режим резания, свойства разрабатывания среды, а управляемыми параметрами это конструкция рабочего органа, исходные свойства и его материала. Соответственно, после того, как мы ввели эти данные, произвелся аналитический расчет по заданным выше формулам. И далее, после того, как программа рассчитывает данные, получаем выходные параметры по износостойкости, энергии емкости и процесса изнашивания, или точнее процесса копания. Кроме того, для этого просто разработана блок-схема алгоритма расчета долговечности режущих элементов рабочих органов землёрованной машины. Процесс весь полностью алгоритм расчетен, и далее он расчетен и показан, значит, на… Кроме того, данная методика позволяет получить эпиру давлений, возникающих на режущих, на поверхностях, на внешних и внутренних поверхностях режущих органов, точнее зуба экскаватора, различных форм. Кроме того, мы можем с вами, значит, после того, как провели вот этот анализ, рассчитали, после разработанной математической модели, рассчитали износостойкость данного режущего органа, мы можем составить зависимость износа режущего элемента от усилия на режущей кромке. Вот, пожалуйста, значит, также показано изменение формы клиновинного зуба при процессе изнашивания. Значит, различные материалы здесь, вот, режущий орган рассчитан, изготовлены стали 40Х, стали 110НГ, сталь 110, сталь 40Х и так далее. Вот на все эти материалы, соответственно, показаны величины износа, и по математическим моделям, то есть разработанным математическим моделям, получены значения износа. Значит, то есть это дает нам возможность рассчитать долговечность режущих органов землеройных машин. Кроме того, зависимость от материала и условий работы, режимов работы, получать все необходимые данные для сравнения и выявления оптимальных режимов и материалов, из которых должны изготавливаться высокопрочные режущие органы землеройных машин. Значит, спасибо за внимание. Сегодняшнюю часть лекции мы с вами закончили. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте по данной теме. Кроме того, ребята, я вам хотел сказать, что это неделя наша, это неделя промежуточного контроля. Я вам предоставлю вопросы первого рейтинга контроля. В платформе они будут, и по списку журнала вы получите свои вопросы. И, пожалуйста, ответьте на эти вопросы до начала следующей недели. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.